На активность мозга. Активный мозг это контроль за всеми процессами организма человека, за биохимическими в том числе. То есть это очень здорово. Способность мозга мыслить в старческом периоде. Это значит, мы говорим о том, что и на Паркинсона, и на Альцгеймера мы можем сейчас тоже надеяться на включение в протокол. Так ли? Вот так. Водные вытяжки делаем и спиртовые вытяжки. Водные и спиртовые. Более того, я посоветую вам так. Если спиртовое вы назначаете себе или своим близким, смотрите как. Есть маленький нюанс. Человек не знает и подходит к этому с классической методикой. Более того, говорит так. По чайной и столовой ложке три раза в день. Ух! И все. И семьи. Ни в коем случае этого делать нельзя. Почему? Потому что сабельник. Ну слово такое очень... Кстати, латынь, кто не знает, комариум полюстовый. Это прочитайте. Вы знаете, удивительно, но действительно сабля острая, когда отсекающая болезнь. Отсекающая болезнь. И вот у него очень серьезное солегонное действие, так называемое. Водящий остаточный азот также. И значит, смотрите, как интересно. Если мы даем большую дозировку, то может за счет ее очень активного действия на организм, мы можем получить с вами неприятные какие-то изменения сразу, которые резко себя проявили. Это при всем том, что это замечательный препарат, поэтому делать это не стоит. Подходим очень мягко. Каким образом? Назначается одна чайная ложка. Или лучше всего дозировать капель, потому что в зависимости от веса, от роста человека, от состояния, чайные ложки бывают разные. Вы можете вообще начать давать по 10 капель один раз в день. Вы этого нигде не прочитаете, везде найдете чайную ложку, десертную и столовую. Начните 10 капель один раз в день. Потихонечку переходите до большой чайной ложечки, когда дается уже 30 капель. 30 капель один раз в день. Идет привыкание. И в течение недели пьется один раз в день чайная ложка. Всего-навсего одна чайная ложка один раз в день в течение недели. Записали? Спиртовой. Спиртовой. Что это нам позволяет сделать? Дело в том, что, ну скажем, вот 100 человек возьмем. И все 100 могут пить, допустим, по чайной ложке 2-3 раза в день и ничего. А 3 человека из этих 100 получат такую головную боль, такую мигрень, что не знают просто куда деться. Это называется не специфической реакцией организма. Мы все разные. И соли, которые начинают отходить, а шейные эти ноги, как раз вот эти наши, так называемые, горбики, как говорят соли, это солевые горбики, то есть накопление, а не так называемые пулы солей, в этот момент начинает все сдвигаться. И воздействие на что? На сосуды прежде всего. Воздействие на сосуды. Мы говорим, что это натру. Мы говорим, что это антикоагулянт, значит сосудистое действие на лицо у растения. А мы сразу даем вот такую дозировку. Это вообще ничем не оправдано. Поэтому такое растение, поистине сильное, назначается капельно. Начинаем по 10 капель. Понятно? Прибавляем и доходим 10 капель 2 раза в день. На мягких лапах идем дальше и чайную ложечку 1 раз в день пьем. Неделю. Пропили неделю чайную ложку и потом уже, исходя из основных проблем, которые есть, вес и рост человека, учитывая его органы проблемы, органы мишени, так называемые, те проблемы, которые находятся в этих органах, мы уже увеличиваем чайную ложку 2 раза в день, может быть. 2 раза в день. Во время этого месяца? Это всегда, всегда с водой. Запомните, это всегда с водой. Мы все спиртовые препараты всегда пьем с водой. Обязательно разводят. Сколько воды? В зависимости от того, насколько вам комфортно. Это может быть один к одному. А иногда больше. Когда разводим, у меня тут чувствительность к спиртсодержащим препаратам очень высокая. Иногда чайная ложка на 1-3 стакана воды. Даже так. Ага. Поэтому помните всегда, что все дифференцирует. Все очень тонко. Чувствовать человек в воду. Не чувствительность. Кому-то... Мы на компьютере, когда проверяли, то есть получилось так, что мне подходит 10 капель, а мои коллеги, извините, 2 столовых ложки подходят. Ну вот поэтому все такие разные. Нам нужно вот так. И все равно, как бы и не подходило 2 столовых ложки, всегда лучше меньше, чем больше. Я все равно советую эту дозу уменьшить в половину. Лучше вы дольше пропьете, чем сделаете это. Мы говорили о том, что есть такое правило, Арнерда Шульцева, когда именно малые дозы работают гораздо лучше, чем высокие концентрации. Об этом надо тоже помнить. Это правило никто не отменял. А на сколько у нас таких дел, а на сколько градусов прошло? Знаете как, вот интересно то, что все практически в научных работах, практически все развлечения мы встречаем 70, 70-60. Очень редкие исключения бывают. Очень редкие исключения бывают 90, 90, да. А некоторые 50 исключения. Вот здесь, в данном случае, очень высокой концентрации в сабельнике быть не должна, потому что обилие его активных веществ нам показывает в эксперименте, что лучшее это всего, это 45, это 45-50. Если сабельник вот у вас свежесобранный, вы его слегка подсушили, он обсох уже, вы можете свежеизвлеченного сырья сделать, это хорошо. А вот он год пролежал, да, вот год пролежал, вот год назад он будет собран. Как поставить и до этого сырья? Да ничего страшного нет, кто-то скажет. Возьмем так же, зальем и так же будет готов. Лучше всего взять, залить именно водой и дать постоять 3 часа. 3 часа водой залить. И только исходя из того количества воды, которую вы добавили, да, уже развести спирт, чтобы вот та водная часть водной фракции, которую вы заливали, уже вошла в эту концентрацию. Понятно, да? И уже поставить, поверьте, извлечение будет очень простое, легкое. И вы, более того, вы извлечете водные фракции, те, которые вот необходимы, гораздо быстрее. Вот год лежащего сабельника, это лучше всего. Вот интересно, спасибо, Саша, очень хороший вопрос. Мы или мелко-мелко его, значит, секатором режем, или же, вот интересно, исходя вот из того, что вы слушали на семинаре, когда мы говорим, что развальцовка идет для масла, когда, ну, чтобы было понятно, да, когда мы берем, пропускаем через какое-то приспособление или молотком разбиваем свежий собранный сабельник, чтобы вот устица растения приняли экстрагент на себя и извлечение было наиболее полным, экстракция наиболее полная. Вот здесь вы тоже можете это сделать. Это будет супер, это будет просто супер. Сделайте. Что значит мужской ум? Это прекрасно. Так, что еще? Значит, можем употреблять еще наружно при мышечных спазмах, да, спиртовую вытяжку и масляную вытяжку, при спазмах мышечных. Можем употреблять при проблемах суставов, как мы говорили, любого генеза абсолютно. Единственное, что вот эти масла, которые мы делаем, форма их тоже могут быть разной. И могут быть еще и извлечения, то есть сам экстрагент разный. Мы говорили, горчичное масло, кунжутное масло может быть, то есть добавка кунжутного масла, подсолнечное масло, значит, очищенное, значит, то есть, так что, пожалуйста, вот здесь работаем. Соединяем его, соединяем его и с березой, и соединяем, может быть, с таволгой, соединяем у нас со зверобоем, с двух-трехдневным листом, значит, березы и питоспас наш, знаменитый, и сабельник, это три, просто уникальные. Видите, как работает. Может быть, все три масла соединятся, как мы вчера говорили, а может, последовательное извлечение, тогда получается суперпрепарат. Или же мы делаем эмоции, когда смешиваем спиртовое извлечение вместе с маслом. То есть возможность быстрейшего впитывания, трансдермальное введение, скажем так, когда проникновение более глубокое для лечения суставных заболеваний. Ну, вот так. А в чай можно? Да, да, конечно, безусловно. Чай, конечно, хорошо. Цветы, листья, стебли сабельника. Ну, для сборов обязательно заготавливаем надземную часть, безусловно. Можно заготавливать цветы и листья, просто, если у вас много времени. Можно собирать листья на стеблях вместе с цветами, связывать букетиками и сушить на веревочках, а потом измельчать. Вот два варианта есть вот таких. Чудесные чаи у нас сабельника, надземная часть обязательно входит в чаи наши. Это чудо, это иммунный препарат. Замечательно. Я так многого не коснулась сабельника. Но по причине, опять говорю, времени. Видите как. Но мы с вами обязательно будем возвращаться к этому вновь и вновь. Обязательно, чтобы и биохимически его раскрыть, и вполне его свойства. Вы видите, каким образом он работает с печенью и желчным пузырем. Он замечательно работает при застойной желчи. Очень хорошо об этом с вами не говорили. Работает так хорошо, не образуется сладж как раз гомогенной желчи. Не сгущается желчь, когда у нас гипофункция желчного пузыря перекрутка, исобразные изгибы, дискинезия. То есть это просто необходимо. Здесь, не являясь сильным желчегонным, очень мягко работает. Очень мягко работает. За счет своего комплексного воздействия. Что еще? Конечно, это иммунные сборы, я вам говорила. Это противоопухолевые сборы. То есть это чаи великолепно работают. Его называют еще земляничный чай на Севере. И нутасай, народы Севера называют нутасай. Земляничный чай. Почему земляничный? А дело в том, что цветок, когда начинает он отцветать, то на цветоложе образуется ложный плодик земляничный. Прям не дать, не взять перевернутая земляничка, шапочкой такая. Из множества-множества ягодок, семяночек. И получается земляничка. Прям абсолютно. Вот посмотрите, понаблюдайте. Вот вам, пожалуйста, знаете, можно просто заваривать чай, а когда мы работаем серьезно, скажем, с водными извлечениями надземной части, то есть два варианта. Дело в том, что я занимаюсь наукой еще. И когда мы в эксперименте делаем, мы берем 10 растений и разные экспозиции. Заваривание, 5 минут кипячения, 10, 15, 20, 25, 30. И всегда я вам про тавуну говорила, когда 30 минут обычно не кипятили, а когда кипятим 30 минут, выяснилось, что это воздействие на палочку Коха. Вот это да. При кипячении извлекается та часть дубильных веществ, которые высокоуровневые противовирусные антибактериальные активности обладают. И вот эти дубильные вещества открывают, имеют доступ к этой восковой оболочке. Это же чудо абсолютно. А вот как с сабельником. Есть возможность, когда вы просто будете заваривать его кипятком, а есть вот очень серьезное, хлопотное, но настолько великолепное действие противоопухолевое и иммунное, когда вы берете одну столовую ложку сабельника и завариваете, завариваете стаканом кипятка. Стаканом кипятка. Нет, мы сейчас о надземной части. Мы стояли. А стебельки тоже или были стебельки? Нет, здесь вот просто мы берем, знаете как, саму зеленую часть. Если попадается стебель, пожалуйста, берите. Мы сейчас просто о зеленой части говорим. Стебель великолепен. Что тут говорит? Вы можете со стеблем это делать. Активного вещества в нем огромное количество. Но просто вот эта зеленая часть не удаляется. Она очень ценна. Значит, смотрите, столовую ложку заварили всего лишь стаканом. Через 20 минут слили. И берете эту же траву, эту столовую ложку, заливаете пол-литра воды до холодной воды, доводите до кипения и кипятите 20 минут. Через 20 минут после остывания вы сливаете и смешиваете заваривание вместе с кипячением. Вы поняли? У вас сколько получается по объему? Посчитайте. Так, пол-литра из тока. То есть получается 650, около 700. Ну, конечно. То есть где-то около 600 у вас получится. Пожалуйста. Вот эти миллилитры вы можете пить как чай. Вы можете пить как холодный напиток. Вы можете слезть это в бутылочку, брать с собой на работу, пить дозированно, глотками в течение дня. Можете подогревать, пить как чай. Это может даже стать заваркой вашей. Не очень концентрированно, но да, разбавить кипятком. Это лучше, чем будете просто пить зеленый чай. Вернее, не зеленый, а черный чай. Так что вы имеете в виду. Великое множество, скажем так. Ну, давайте уйдем с сабельника, потому что мы с вами не успеваем. Не успеваем. Субтитры сделал DimaTorzok